Так, добрый день. Я думаю, что мы можем уже начинать, чтобы не задерживать потом другие сессии. Я вас всех приветствую. Во-первых, на замечательной ярмарке... Михаил, пожалуйста, проходите. На замечательной ярмарке Космоскова. Молодцы, что выбрались сегодня посмотреть современное искусство, новые тренды. При такой погоде все равно делать нечего. Это лучшее место в городе. И сегодня, на самом деле, удивительная панель. Тоже сразу небольшую интригу. Как вы видите, я уверен, что половина участников этой панели вам просто незнакома. И вторая половина известных людей из арт-рынка. И вы, наверное, удивляетесь, почему здесь и Центральный банк, и биржа, и вообще тема о финансовом рынке и его взаимодействии с арт-рынком. Сегодня, на самом деле, как премьера, можно сказать, общественного обсуждения, очень интересные темы, которые участники озвучат. Я надеюсь, что это даст, действительно, Космосков становится таким, анонсирует новый этап взаимодействия финансового и арт-рынка. Вот. И поэтому я надеюсь, что эта дискуссия продолжится и будут какие-то результаты. Я хочу представить участников. Рядом со мной Маргарита Пушкина. В описании программы кратко написали, что она основатель и директор ярмарки Космосковского. На самом деле, это почти ничего не сказано Маргарите. То есть Маргарита – это душа и сердце рынка современного искусства. По-моему, есть такой титул официально. Вот. Она учредитель клуба коллекционеров Космосковского и фонда Космосковского. То есть, действительно, это человек, который, как никто другой, понимает, что происходит на рынке современного искусства. Далее, Владимир Шавасон, основатель и стратегический директор IT-компании «Селф» и основатель проекта «Майн Инвест Точка Арт». Как вы видите, у нас здесь есть представитель IT-компании «Дальше некуда». Далее, Николай Труничкин, руководитель цифровых проектов и продуктов Московской биржи. Следующий участник – Валерий Ляк, экс-директор, я должен прочитать, чтобы не ошибиться, с этим титулом департамента «Противодействие недобросовестным практикам Банка России». Так что вы понимаете, что это очень серьезный человек, и взгляд его на арт-рынок действительно серьезный. И Михаил Каменский – известнейший искусствовед, человек, который много лет возглавлял СОДБИС в России, действительно эксперт мирового уровня. Я Михаил Царев, коллекционер и по совместительству модератор панели на «Космосково». Давайте тогда перейдем к дискуссии. Я сразу хочу извиниться, что если я буду вторгаться, потому что особенно представители IT-компании, регулирующих органов иногда говорят на языке, который нам не очень понятно на рынке. Поэтому я буду прерывать, сразу прошу прощения, следить за временем, за таймингом. Вопрос Владимир. Скажите нам основную мысль, с которой сегодня представители финансового рынка пришли на «Космосково», и что бы они хотели предложить арт-сообществу? Ну, во-первых, большое спасибо за приглашение, очень рад здесь присутствовать. Я вообще, Маргарита, присутствую на «Космосково», не знаю, последние, как мне кажется, все года, поэтому я прям вижу, как это происходит, его увеличение популярности. Вот, и однажды, где-то, наверное, года три назад я был на «Космосково», мне предложили картину, значит, купить за 20 тысяч евро, и когда мне озвучили цену, вот, я спросил, а почему она стоит 20 тысяч, а не 25 или 18 или, там, не знаю, 12 с половиной тысяч евро. Откуда же взялась эта цена? Мне доказали, почему она стоит 20 тысяч евро, но мне доказали ее прилагателями, и так как я все-таки имею отношение к технологиям, которые развиваются на финансовом рынке, и наша компания стоит у истоков вообще финтеха в России, мне чего-то не хватило. То есть мне чего-то не хватило, и выйдя из ярмарки, я начал смотреть, как же можно посмотреть какую-то аналитику, и понял, что есть одно замечательное «но», да, которое скрывается за всеми картинами, скрывается за всеми галереями, а именно вопрос в, наверное, в сером, серой интерпретации данных, на которые можно опереться для того, чтобы сделать свой, наверное, покупательский выбор, не художественный, а именно такой вот инвестиционный выбор. И с тех пор, в тот, кстати, момент мы реализовывали, это даже было больше, чем три года назад, в тот момент мы реализовывали один из самых крупнейших в России инвестиционных банков цифровых, и поэтому я начал опрашивать своих клиентов, потому что у нас происходят кастдевы касательно инвестиций в сегмент, и я увидел гигантскую заинтересованность инвесторов в этом рынке, это первое. Второе, я увидел, что инвесторам не нужно объяснять, что такой рынок существует, инвесторам он интересен, а инвесторы ставят эти активы, назовем их непрофильные финансовые активы, альтернативные инвестиции на второе место после недвижимости, но, да, то есть вот инвесторы готовы, да, но есть вот это вот но, которое заключается в следующем, им не на что опереться, да, и они сказали буквально несколько простых предложений, которые всему инвестиционному рынку известны, а именно мы хотим, вот если у вас будет прозрачность, вот если у вас будут инструменты для того, чтобы мы могли измерять каким-то образом нашу инвестицию, если нам будут понятны риски, то, конечно же, мы готовы. И если мы посмотрим сейчас на свободный, на капитал, который находится на инвестиционных счетах, на банковских вкладах, да, это десятки триллионов рублей, вот я уже, по-моему, последняя была цифра, около больше 50 триллионов рублей, если мы посмотрим на количество инвестиционных счетов открытых, это около больше, чем 25 миллионов счетов, если мы посмотрим на капитал, который сейчас аккумулируется в России, есть такая гипотеза, да, нам так кажется, и опросы это подтверждают, что вот этот вот роман, да, между двумя сегментами рынка, между сегментом рынка арта и финансовым рынком, вот-вот случится. Поэтому мы видим, да, гигантские перспективы, мы видим гигантское желание, и мы видим уже созревшие технологии, которые могут, вот этот чудесный роман, да, вот этот вот чудесный, я бы сказал, танец, это танго, мочь случиться. Поэтому, вот я так понимаю, поэтому мы здесь. Понятно, хорошо, то есть, но мы услышали о готовности, а вот какие все-таки сейчас финансовые, действительно, инструменты для инвестирования, да, то есть мы увидели большое количество триллионов рублей, которые просто ждут, чтобы влиться в арт-рынок. Вот, Николай, какие на данный момент обсуждаются формы инвестирования вот такие нефинансовые активы, как арт-рынок? Да, вопрос правильный, своевременный, потому что тут придется немножко в детали углубиться, что, как правильно Владимир отметил, в первую очередь спрашивают, а в какой форме вы сможете это инвестировать и положить себе на баланс? То есть это прям первоначальный вопрос. И вот тут наш родимый центральный банк помог нам законам 259, который в 2020 году был принят, и это позволило утвердить форму так называемого цифрового финансового актива в виде денежных требований. Но, к сожалению, год мы раскачивались и проверяли разные гипотезы, изменяли законодательство, уточняли налоговый кодекс, и вот только буквально в 2021 году начались активные сделки. Сейчас этот рынок проверяет, это порядка 100 сделок, оборот где-то 30 миллиардов рублей, то есть мы еще находимся на уровне КАЗДЕВА. Но это уже инструмент, которым можно торговать в свободном обращении, и в данном случае я как представитель московской биржи, мы уже получили официальную лицензию 03-08 в августе, буквально месяц назад, и мы можем на своей площадке размещать от эмитентов, тем самым мы можем моделировать, ну не буду ругаться словами, может вы знаете, пифы, или некие подобные инструменты коллективного инвестирования, это позволяет решить проблему, о которой Владимир говорил, что актив стоит 20 тысяч долларов, вопрос как бы как его купить одному инвестору, если, например, мы хотим привлечь сюда физиков, которые просто хотят разместить свои средства, или поучаствовать в инвестировании. Это как раз тот инструмент, который позволит это сделать. В данном случае мы как площадка выступаем за интересантами, почему? Потому что действительно порядка 2-5% от портфелей крупных банков, инвестиционных фондов готовы вкладывать в это деньги. Но без конкретных физиков, физических лиц, которые также хотят участвовать, мы далеко не продвинемся. Поэтому тут надо двойное течение организовать. Чтобы я правильно понимал, и аудитория тоже, то есть компания размещает акции. То есть о чем идет речь? Что вот инвесторы могут покупать, в какой форме активы, искусство на московской бирже? Ну если мы говорим про эмиссионный капитал, то, что вы привели, например, как акции, это непосредственно процесс, когда компании нужны дополнительные средства, либо первоначальные, либо дополнительные. Это как бы отдельный процесс, специальный закон об акционированных обществах регулируется. Мы же с вами говорим, просто я не хочу эти токсичные слова в виде NFT использовать, потому что в данном случае они показали востребованность этого инструмента. Да, но, к сожалению, они плохую роль сыграли для рынка, потому что рынок слишком разогрет был. В данном случае я бы некую аналогию с поевой инвестиционным фондом приводил. То есть если у вас есть некий актив, либо одна картина, либо несколько галерей. Вот хорошо, у меня есть картина. Я хочу привлечь или продать ее на бирже. Что я делаю? У вас есть несколько опций. В данном случае мы пока прорабатываем несколько вариантов. Если посмотрим простой вариант, то есть вы можете, давайте в пределе посмотрим, у вас картина стоит условно 100 рублей. Вы можете ее принести куда-нибудь... У меня нет таких картин. Хорошо, 100 миллионов рублей. Да, пусть будет чуть побольше. Вы эту картину можете сдать в какую-нибудь галерею, например, Третьяковскую, тем самым, как бы это будет гарантия обеспечения выпуска. Вы ее можете продолжать размещать, показывать. То есть это все в проспекте эмиссии, а-ля может быть уточнено. Дальше вы как эмитент выпускаете и фиксируете, сколько один токен, а один цифра будет стоить. Для определенности пусть это будет один рубль. Вместо акции я выпускаю или биржа выпускает токены. Вы как эмитент. Я как эмитент выпускаю на мою картину токены. Например, 100 миллионов токенов. Каждый токен стоит один рубль. В данном случае вы можете разместить по своему желанию сколько хотите. 30% картин, 100% картины. Тем самым вы проводите некую эмиссию. Это может быть по принципу аукцион Сотбис, может быть просто открытое предложение. И дальше инвесторы выставляют свой интерес, за сколько они готовы это купить. Вы как эмитент можете диктовать стартовую цену. Например, 100 рублей за один токен. И дальше происходит открытый аукцион, где вы определяете, сколько минимально нужно разместить, чтобы состоялась эмиссия, сколько минимально токены должны купить. Дальше это все фиксируется в распределенном реестре. Это, грубо говоря, современная технология, которая позволяет уйти от манипуляций и возможности изменения записи ваших сделок. И после этого картина приходит в свободное обращение. То есть эти токены могут свободно обращаться на площадке. И дальше может быть два механизма. Либо вы как эмитент захотите обратно эту картину выкупить, либо с регулярностью полгода-год проходит какой-то аукцион, где эта картина выставляется. Если кто-то готов купить с повышающей ценой, то он просто потом автоматически гасит все токены и забирает. Тем самым инвесторы, которые поучаствовали в первоначальном размещении, получают свой доход на инвестицию. Просто сказка какая-то. Так, Валерий, давайте к вам. Вот мы действительно, получается, что вот сейчас мы коллекционеры. Вот сейчас вот после этой панели Маргарита собирает свой клуб коллекционеров. Говорит, так, ребята, все картины на биржу. Вот скажите, вот с точки зрения, опять же, вот у вас опыт центрального банка, регулятора, вот какие требования, какие ожидания вообще инвестора? Вы очень хорошо знаете инвестора, как бы они понимают какой-то даже рынок недвижимости, может быть, вот насколько есть уже понимание у инвесторов к арт-рынку, насколько, какие требования они выдвигают, что важно для того, чтобы действительно эти инвестиции состоялись. Одно дело, я выпустил токены, предложил, но теперь нужно, чтобы кто-то их еще купил. Спасибо, Михаил. Я для начала скажу, что вот лично я, как коллекционер, небольшой, но коллекционер, тоже заинтересован в том, чтобы была какая-то публичная оценка того, что у меня есть. Ну, как минимум для того, чтобы застраховать, не знаю, от пожаров, то, что у меня находится. Как это устроить и какие риски сейчас существуют? Вот в той модели, которую мы обсуждаем, либо потенциально будем обсуждать, есть два глобальных риска, две большие проблемы. Первая связана с тем, что принципиально мир, финансовый, биржевой рынок и арт-рынок, они устроены по-разному с точки зрения формирования цены. Как я это вижу? На арт-рынке все-таки цена формируется, доверие, вернее, к цене формируется через публичность. То есть, чем публичнее лицо, чем публичнее цена, по которой совершается сделка, тем, естественно, больше доверия к данному активу и доверия именно среди профессионалов. Биржевой рынок устроен принципиально наоборот. Доверие к цене складывается, если рынок анонимный. То есть, чем более анонимен рынок, тем больше доверия к цене. И вот это вот риск сближения или невозможности сближения в чистом виде торгов на бирже арт-объектами, которые существуют сейчас. Безусловно, для того, чтобы контролировать вот эти анонимные торги и добросовестность создания цены на этих анонимных торгах, существуют специальные инструменты. Ну, типа, например, законодательство о манипулировании инцидентской торговли с одной стороны, либо законодательство о противодействии отмывания и легализации доходов. Это вот два инструмента, которые контролируют вот эту анонимность цены. И, ну, например, криптовалюта, она тоже не может быть нормальным легальным финансовым инструментом, который торгуется на бирже. Ровно потому, что на криптобиржах отсутствуют вот два вот этих контролирующих инструмента. Противодействие манипулированию инциденту и противодействие отмыванию. Поэтому, ну, вот, например, торги криптовалюты, они всегда будут в таком, ну, в таком сером рынке, в серой зоне. Второй риск, который я вижу сейчас, это все-таки вопрос защиты инвесторов. Первое, защита инвесторов от недобросовестных практик, скама каких-то пирамид или схемных историй с точки зрения вот создания вот создания или продажи каких-то арт-объектов, которые могут предполагать изначально все-таки не художественную ценность, а создание вот, ну, схемных операций. Второе, это от несоответствия инвестиционного профиля. Сейчас на инвестиционном финансовом рынке есть сильное различие в доступе к финансовым инструментам с точки зрения квалифицированных инвесторов и неквалифицированных инвесторов. Вот на рынке сейчас, на биржевом рынке есть порядка 25-26 миллионов открытых торговых счетов на бирже. Из них там порядка 3,5 миллионов. Это активные инвесторы, которые совершают раз, как минимум раз в несколько месяцев операции. И большинство из них это неквалифицированные инвесторы, которые имеют доступ только к очень простым финансовым инструментам типа апции, облигаций, ОФЗ. Квалифицированные инвесторы после прохождения тестирования имеют доступ к сложным финансовым инструментам, включая производные финансовые активы. Я лично вижу, что доступ к инструментам арт-рынка точно невозможен для неквалифицированного инвестора. Он возможен только для квалифицированного инвестора после прохождения либо тестирования, либо специального допуска. То есть человек должен понимать четко, во что он инвестирует. И третья сторона вот этих взаимоотношений между инвестором, продавцом и еще брокером, ну, инфраструктура брокера тоже не должны нести репутационных и регулирующих рисков с точки зрения того, что они продают инструмент, который не соответствует инвестиционному профилю их клиента. То есть он должен понимать, во что он инвестирует и четко принимать те последствия. То есть я правильно понимаю, что нам даже для того, чтобы вот это взаимодействие между арт-рынком и финансовым рынком было успешно, даже необходимы новые квалификации, новые профессии типа арт-брокера, арт-аналитика? Ну, возможно, это решается на уровне саморегулирования. Все-таки профессии финансовый аналитик тоже не существует как таковой. Ну, то есть она не прописана нигде в законодательстве и финансовый аналитик является аналитиком ровно в силу того, что он себя так определяет и его компания так называет. Поэтому здесь скорее создание сообщества, возможно, создание сообщества арт-аналитиков, которые будут на уровне саморегулирования, мягкого регулирования, друг друга оценивать и создавать среду доверия друг к другу, ну и создавая репутацию, прежде всего оценивая друг друга. И если кто-то, допустим, ведет себя неэтично по кодексам и пониманию самого профессионального сообщества, исключать из вот этого публичного реестра. Хорошо. Да, я просто бы добавил, что мы как раз прорабатывая продукты, в первую очередь делали акцент, исходя из биржевой практики, что в первую очередь нужно защищать, как правильно отметили инвестора, и нужно его убедить, что этот инструмент не подвержен каким-то случайным эффектам. А это в первую очередь связано с хранением, с обращением, и что потом эту ценность получит. То есть вот как бы в выпуске имитент, он должен будет об этом как-то озаботиться. Мы в первую очередь рассматривали некую верификацию актива, ну то есть какая-то компания должна быть, и самое главное хранение. То есть в том месте, где клиент может, ну хорошо, давайте просто от искусства перейдем к бриллиантам, там, например, вообще безумные вещи рассматриваются, что прям камера ежедневно смотрит на этот бриллиант, и инвестор в любой момент может посмотреть и убедиться, что он действительно никуда не исчез. То есть я прям понимаю, если я вот вернемся к моему примеру, я продаю картину, 30% выступил, выпустил на бирже токены, то вы мне, московская биржа, поставите мне камеру в квартиру, которая будет на нее все время смотреть. Ну скорее не мы, а вы сами это должны будете сделать, чтобы убедить инвесторов, что действительно эта картина находится под видом, так, чтобы она не исчезла, и ее случайно кто-то там не спалил в камине. Понятно. То есть это... Николай, мы, не мы должны, и не вы должны убеждать инвестора, иначе это будет похоже на какой-то мисселинг. Он четко должен понимать, и мы все должны удостовериться в том, что он понимает риски, последствия, и, ну, в конце концов, что может произойти с ценой вот этого нестандартизированного актива. Абсолютно верно. Это очень важное замечание, потому что в данном случае мы отработаем как инфраструктура. Мы пометим, подсветим, поклалифицируем каждый актив и подсветим риски для инвестора. Но решение именно как убедить и как согласиться решает само сообщество. Понятно. Маргарита, секундочку, у нас, я обязательно дам возможность для вопросов. Верно. Это один из инструментов. То есть вы правильно говорите, что будущее ставить, или говорите, что только с помощью этих инструментов можно достичь развития? Нет. Понятно. Смотрите, давайте, да, действительно, мы, вопрос, действительно ли является токонизация единственным инструментом взаимодействия финансового рынка? Конечно, нет. Я думаю, что, во-первых, мы добавлю от себя, все уже знали, там есть арт-фонды инвестиций, есть другие какие-то инструменты прямых инвестиций. Поэтому это новый инструмент, который появляется с учетом текущих возможностей. Маргарита, я специально не дал вам сначала слова, чтобы вы смогли послушать умных мужей про то, что они вообще планируют сделать с вашим арт-рынком, извините, или с нашим. Но для начала засыпать деньгами. Какое впечатление вообще? Вот какие первые мысли приходят, когда вы слышите, что финансовое сообщество, как оно смотрит на арт-рынок, какие инструменты предлагает и к чему подталкивает арт-рынок? Добрый день. Ну, я думаю, что у меня, конечно, некоторая растерянность. Нет, я понимаю, о чем идет речь, абсолютно понимаю. Единственное, я понимаю, что мы уже неоднократно имеем в виду арт-сообщество, все люди, вовлеченные в арт-процесс, на протяжении многих лет пытались и продолжаем пытаться выработать какие-то объективные критерии для оценки произведения искусства. Это, наверное, самая большая проблема, мне так кажется. Да, действительно, мне часто приходится говорить на тему ценообразования в сфере искусства, или о том, почему тот или иной художник с точки зрения, допустим, арт-профессионалов, экспертов является более, как сказать, потенциально привлекательным. Если мы говорим про актуальное искусство, на самом деле на рынке искусства, это, наверное, нам Михаил Каменский лучше расскажет, огромное количество есть тоже вводных каких-то, потому что если мы говорим про искусство старое, может быть, легче было бы начать запускать такие инструменты с тем, что уже имеет определенную стоимость, стоимость, ну, как сказать, определенную в течение определенного времени, да, продолжительного. Вот, то, что, но, например, с старым искусством есть много специфических моментов, связанных там с риском аутентичности и так далее, но это, может быть, сейчас вообще эти все вопросы решаются. Если говорить про актуальное искусство, то это как бы процесс, это вот как мы говорим, что мы идем здесь по ярмарке искусства, и что мы видим? Мы видим процесс актуальный, да, то есть то, что еще в процессе, то, что меняется, в том числе и с, ну, с нашим участием, да, потому что когда я рассказываю про того или иного художника, почему он, с моей точки зрения, интересные и ценные, да, и имеет потенциал к тому, чтобы у него цены на его произведение росли, то я всегда, безусловно, вспоминаю какие-то все-таки неколичественные критерия, все, что связано, да, там с его карьерой. Вот он там участвовал в музейной какой-то выставке, или он там находится в программе у очень хорошей профессиональной галереи, которая участвует в максимальном количестве международных, в том числе, ярмарок. То есть здесь мы все говорим о том, что у этого художника в этом смысле доступ больше к глобальной потенциальной аудитории, да, вот, или там я вспоминаю о том, что этот художник, например, был в основной программе у Ниццанской бьеннале, то есть, наверное, по идее, эти все вещи можно классифицировать и структурировать, ну, мне кажется, что мы в те или иные моменты пытаемся все эти вещи превратить во что-то более объективное, да, чтобы это не было связано с мнением там субъективных экспертов или там коллекционеров, людей, которые влияют на карьеру художника. Вот мне кажется, что это наиболее сложный момент. То, что касается NFT, меня немножко это вот задело, потому что, ну, как задело, мы просто этот вопрос долго изучали, мы не могли остаться в стороне, и мы в основном, конечно, общались с криптонами, с теми людьми, которые занимаются, ну, криптовалютами и технологиями. И мы пришли к такому выводу, что, в принципе, с нашей точки зрения, с точки зрения экспертов, произведение NFT или не NFT, цифровое искусство, оно выглядит точно так же, да. Если мы говорим о том, что выпускали NFT на какие-то произведения музейные, то для меня это не это же произведение. Есть аналоговый, ну, предмет, а есть его цифровая копия. Это разные уже вещи, и судьба у них, соответственно, должна быть разная. И вот, если честно, мы пришли к выводу в определенный момент, что NFT – это вообще такой вентифер этих людей, криптонов, которые имеют криптовалюту, на ней как-то зарабатывают, что-то с ней там осуществляют, да, и это для них такая сфера, в которой они еще самовыражаются, да, то есть, ну, с точки зрения, если говорить про экспертизу, да, и то, как выглядят эти произведения, они ничем не отличаются от цифрового искусства, просто у них есть определенный способ, ну, как, записи информации об этом произведении, да, и передачи ее. На самом деле я достаточно позитивно отношусь к тому, чтобы попытаться связать как-то рынок искусства с цифровыми технологиями, ну, с этими технологиями, потому что мы все современные люди, мы живем, ну, это просто неизбежно, да, и я даже думаю, что можно найти какой-то путь, как это все сдвинуть, да, и как это заработает, потому, вот, ну, да, здесь действительно большое количество проблем на рынке искусства, там, которые связаны с прозрачностью, еще там, с какими-то вещами, мы сделаем, делаем первые шаги, это у нас естественным путем получилось, да, что мы создали этот marketplace платформу Тео, на которой мы считаем, что это очень удобный инструмент для людей современных, не выходя из дома, делать какую-то ресерч, аналитику по арт-рынку, ну, изучать эту информацию, не бегая, да, там, в полях, и там же еще и цены, мы все-таки вместе с галеристами указываем, то есть это уже как, ну, на мой взгляд, я не знаю, это нужно будет еще все попытаться оценить, ну, вот первое, что приходит в голову. Хорошо, вы хотели что-то прокомментировать, Валерий, да? Да, я буквально, секунду, Маргарита, когда говорила об экспертной оценке в отношении сейчас искусства, я вспомнил, что и в отношении финансовых инструментов по международным стандартам финансовой отчетности, МСФО, тоже в отношении ликвидности финансового инструмента нет, знаете, конкретных бинарных категорий оценки, что относится к ликвидному инструменту, что не относится к ликвидному инструменту, там написано просто, что инструмент должен быть достаточно ликвиден по общим экспертным оценкам, И мы в отношении даже акции третьего эшелона в свое время делали инструментарий, который с одной стороны с помощью частично искусственного интеллектора, с другой стороны экспертной оценки профессионалов на рынке позволяет оценить, насколько инструмент, стандартный инструмент ликвиден, либо не ликвиден. Поэтому и в отношении арт-объектов я понимаю, что совмещение экспертизы на широкой выборке с современными технологиями, где искусственного интеллекта, в принципе, дает возможность дать достаточно объективную оценку. Понятно. Хорошо. Михаил, вот взглянув и послушав на эту тему, то есть тот же самый вопрос, какие первые впечатления, эмоции, что сразу приходит в голову с точки зрения возможностей или больше проблем? Ну, я, уходя из дома, сказал, что я иду на встречу с цифровым рублем. Я очень хочу встретить этот рубль цифровой, познакомиться с ним поближе и подружиться. Мне представляется, что перспективы, о которых вы говорите, они огромны, и с точки зрения, условно говоря, человеческого прогресса, это может быть какой-то революционный шаг. Я должен согласиться с большинством аргументов, которые высказала Маргарита Пушкина. Но не только с точки зрения арт-менеджера. Я, видите, я сижу с краю. У меня у одного светло-коричневые ботинки. Я против вас всех сейчас. Я инстинктивно должен прищуриться и критически отнестись к тому, что вы говорите. Не потому, что я не согласен, я говорю, декларирую, я за. Но давайте поищем слабые места. Кстати, поиску этих слабых и сильных мест нужно посетить, наверное, конференцию дня на три. А сейчас осталось 20 минут, но я точно вам заявляю о том, что вы говорите 90% правды, и это все нацелено на получение реального результата. Но 10% настолько сложных, что мне, как искусствоведу, невероятно трудно согласиться с такой вот, не то чтобы примитивизацией, а каким-то таким механистическим подходом к искусству, как к товару. Искусство гораздо, ну скажешь так, не менее сложно, чем та материя финансового океана, с которой вы привыкли иметь дело. Но это совершенно другая материя, это другой океан. И там свои законы. И просто подчинить искусство вот этим вот формальным категориям, которые вы накладываете на финансовый рынок, на какие-то активы, которые вы привыкли покупать, продавать, ну, регулировать эти процессы. Это невозможно. Здесь нужно вырабатывать какие-то промежуточные специальные модели. Я считаю, что выработка этих моделей приведет к результату положительному. Это сложный, интереснейший процесс. Я прям невероятно взволнован тем, что я являюсь не только свидетелем, но и в каком-то смысле участником этого революционного процесса. Но произведение искусства с той позиции, которая свойственна людям-владельцам этого цифрового рубля. Это что-то очень понятное и, в общем, довольно далеко находящееся от большинства того, что выставлено на стендах в космоску. Это болотная копейка, этот народный рубль в кармане неквалифицированного инвестора, он вряд ли пойдет в сторону того искусства, которое экспериментально, которое авангардно, которое непонятно. Значит, что? Скатываться к родной речи ужасно не хочется. На самом деле существует пока что, ну, один эталон того, что понятно всем и что привлекает и цифровой рубль, и доллар, и шекель, и иену, и все что угодно. Это, конечно, импрессионисты и постимпрессионисты. Вот если попробовать проанализировать, почему именно эта часть истории искусства является абсолютным эталоном для любого инвестора от Арно до дяди Васи, то тогда будет понятно, насколько те модели, о которых мы говорим, могут быть применимы к современному искусству и к российскому искусству. То есть это нужно поработать совместными группами, командами над тем, чтобы понимать, а что же может выйти на рынок такого, что этот цифровой рубль к себе приманит. Каким образом излишнюю ликвидность можно на это слить, например? Может быть, это не очевидно, но мне так показалось, что это тоже одна из возможностей. Смотрите, устанавливать камеру в квартире Михаила Царева, это, конечно, здорово. Это будет, как это, забыл, как это называлось-то, все время была перед... Биг Бразер. Не, не Биг Бразер, вот это вот по телевидению. Реалити шоу. Да, за стеклом. Вот это за стеклом в исполнении какого-то произведения за 100 миллионов долларов из собрания Михаила Царева, это неправильно. Произведение искусства или комплекс произведений искусства, которые будут объектом сексуального влечения со стороны потенциальных инвесторов, это должно быть выставлено на публичной сцене в Третьяковке, в Эрмитаже, в Пушкинском, в Русском музее, где-то в общедоступном месте. Тогда и камеру устанавливать не надо. Но это объект общественного, народного созерцания. И тогда это может быть выставлено и для квалифицированного, и для неквалифицированного инвестора. И тогда у этого есть шанс принести прибыль через какой-то период времени, разумный или неразумный. Но если взять самого популярного, самого качественного художника, из выставленных на космоску сейчас, то собрать необходимый пул инвесторов будет очень трудно из простых людей. А из непростых, конечно, соберем. Но так вы на кого будете рассчитывать, на какую аудиторию? Это нужно тоже определить. Может быть, этих аудиторий должно быть несколько, но это уже частности. Вот, сидя с краю в коричневых ботинках, такое мое ощущение от услышанного. И я с огромным удовольствием принял бы участие в продолжении этого, надеюсь, инструментального разговора. Спасибо. Михаил, да. Очень-очень обнадеживающая речь. И действительно, тем более, ваша оценка вообще этого развития. То есть, давайте, Владимир, то есть, получается, смотрите, вот вы сейчас, мы прошли первый раунд, да, вы как бы финансовый сектор, IT, регулятор, представил какую-то концепцию. В принципе, по ощущениям, да, обозначены представителями арт-сообщества определенные риски, но отторжения нет. Да, вот, вот это как бы дискуссия, вас это обнадеживает, настораживает. И вот как бы мы называемся шаги к взаимовыгодному сотрудничеству. Вот какие вы видели бы следующие шаги, чтобы начать вот это сотрудничество? Ну, конечно, вас аккуратно отослали к более раннему искусству, я так понимаю, начала 20 века, вот, но в этом есть, конечно, определенный резон. Вот какие следующие шаги видели бы вы? Ну, во-первых, я очень рад, да, что все-таки, когда мы сейчас слышали проблемы, сразу же возникали решения, да, то есть, даже в самом рассуждении уже кроется решение проблем. Мы занимаемся этой темой около трех лет, и первое, с чем мы столкнулись, самое первое, с чем мы столкнулись, вернее, даже так, когда под микроскопом рассматриваешь момент покупки, произведение искусства с инвестиционной точки зрения, весь момент покупки делится ровно на две части. Первая часть — это прилагательная, когда действительно человек подходит к картине, у него внутри начинают летать мурашки, либо демоны бегать. В этот момент подходит галерист, либо человек знающий, и медленным голосом начинает этот танец внутренний разворачивать, либо в шабаш, либо в какие-то райские пения. И достигнув пика, да, достигнув кульминации, наступает некое молчание, наступает пауза, и в этот момент, в этот момент нужно сказать цену. Вот на этом пике эмоционального всплеска и цены, и кроется вся драма двух сегментов. Теперь, если мы нырнем вот в этот промежуток, то мы и с микроскопом посмотрим внутрь, то когда проходит вот эта первая волна эмоциональная и обозначается цена, в этот момент наступает вторая часть этого трехактного балета, а именно вопрос «почему». Вот вопрос «почему» он всегда отсылается к очень четким, наверное, данным. В этот момент вступает в игру рациональный мозг, и возникает вопрос «а где же посмотреть вообще об этом художнике? Сколько он продавался вообще? А кто же его покупал? А какая была цена? А как вообще образовал? А сколько стоят такие же, как он? А как часто они продавались? Почему? Потому что деньги, которые нужно выложить, да, это, ну, как бы, они, вот, даже если не цифровые в будущем, вот, они имеют реальный, как бы, реальный вес. И с чем мы столкнулись прежде всего, это с тем, что в, не то, что даже, нет, ну, наверное, в мировой практике уже, наверное, такое есть все-таки. По российской практике не существует нормализованных данных, на которые можно опереться. Их просто физически нет. Вы не можете, все происходит в либо сером, либо в черной зоне. Все, что мы знаем о цифрах, мы знаем лишь о громких каких-то реальных сделках, которые действительно были зафиксированы, либо очень тихо сказано, ну, вы знаете, там, не знаю, мы продали буквально недавно, конечно, это неофициально, но цена такая-то. И вы инвестор или вы покупатель, он не понимает, на что можно опереться. Поэтому самое первое, что нужно сделать, это дать людям, наверное, прозрачную, зафиксированную информацию касательно того или иного произведения и художника, которое содержит в себе количественные показатели. Помимо провинанса, да, еще количественные показатели. Мы понимали, сколько раз он продавался, кто покупатель, какая цена, какая валюта, сколько запросов. И когда мы начали это собирать, мы поняли, что 99,9% стоимости – это информация. Поэтому первое, что я думаю, нужно сделать, это нужно не бояться арт-рынку фиксировать свои сделки. То есть как только произошла сделка, она должна быть зафиксирована, должны быть уплачены налоги, должны быть уплачены авторские. И поэтому в этот момент что происходит? Следующий человек, кто приходит покупать этого художника, обращаясь к этим данным, уже понимает, что эти данные, например, честные, неизменные, и можно на этом основываться, когда они переведены в нормализованный вид. Поэтому для этого существуют современные такие инструменты, как, например, регистрация на блокчейне. Блокчейн – чудесный инструмент для того, чтобы фиксировать неизменность данных. Часть вторая. Нужны, значит, сейчас здесь прозвучало слово оценка искусства. Должны быть оценки. Инвестору предоставляется не одна оценка, это стоит вот столько. Инвестору предоставляются различные оценки от разных абсолютно игроков рынка. Кто-то может экспертно сказать, что стоит столько-то, кто-то может технологически сказать, а вот мы посчитали, стоит столько-то. Тем более сейчас технологии в виде ML-моделирования могут дать на больших данных довольно-таки четкий прогноз. Таких оценок должно быть 2, 3, 5, 17, 28. Инвестор, да либо покупатель, должен сам выбрать, должен сам привести некий анализ и, не знаю, в среднее арифметическое вычислить из этих оценок и принять решение. Он должен иметь доступ к этим данным, он должен иметь возможность сделать выбор на том, на чем можно основываться, на цифрах. Это часть номер 2. И часть номер 3, я думаю, мы должны создать некую среду, где 2 сегмента, сегмент арт и сегмент инвесторы, потому что у каждого из этих двух сегментов свои психологические болезни, свои психологические паттерны. Для первых и для вторых необходимо выработать правила, по которым действительно можно снизить риски, которые приведут к разводу. Как обычно это происходит, нужно уметь разговаривать, нужны какие-то медиаторы между двумя, может быть, в будущем конфликтующими сторонами. Но как я понимаю, что действительно все технологии, которые мы можем в этих трех сегментах применить, они применяются на других рынках, они применяются на других сегментах. Уже существуют гигантские сегменты, которые перешли через эту чудесную трансформацию. Я хотел бы сказать арт-рынку, не бойтесь, там не страшно. Там действительно, там даже, я бы сказал так, там настолько комфортно, что очень много делать не нужно. Если мы говорим, кстати, еще про NFT, я бы, наверное, сказал бы очень одну странную, но очень позитивную новость. Рынок NFT показал следующее, что те люди, которые покупали NFT, это молодые люди, это люди, которые цифровые. И даже они, не разбираясь в искусстве, влили миллионы, миллиарды долларов в некое цифровое, что могло привести этот рынок к какому-то большому взлету. Это означает, что потенциал рынка, а тем более реального искусства, он уже проверен опытом. Это даже, скажем, может быть, более жестко, КАСДЭФ полностью был пройден. Реакция рынка есть. Да, это надо делать. Поэтому, как я думаю, что если мы соблюдем вот эти три правила, в течение года, наверное, все-таки мы поженим. Ага, хорошо, да. Михаил, да, пыхаемся. Ну, вот этот риск совмещения художественного рынка и его традиций и представлений с другими материальными и конкретными рынками, вот я сейчас его чувствую четко. Все-таки база недвижимости и информация об истории продаж тех или иных художников, да, это во многом совпадает технологически, но по сути не во всем. Я должен вам сказать, что фиксация, традиция фиксации истории продаж существует в 20 веке на мировом художественном рынке с начала 20 века. Вы можете обратиться в академическую библиотеку, музейную, например. Вы увидите, что это началось все с выпуском многотомных изданий такого энциклопедического характера, где рассказывается о художниках и их продажах. Вот, например, такой был Бенези, многотомное издание. Потом появилась гигантская французская база, которая была полиграфическая, называлась, каждый год выпускался. Вот такой толщины сборники по каждому художнику называются АДЭК. Это аббревиатура. И, конечно же, уже в наше время супербазой, одной из лучших является, называется ArtPrice. Вы абонируетесь. Вы получаете не только информацию о каждом художнике, вы получаете маркетинговое исследование с графиками, с плюсами, с минусами, со всеми деталями по каждой работе и по всем вместе. Просто нужно уметь этим пользоваться, об этом знать. Владимир, я вам с удовольствием об этом расскажу подробно потом. Но, что существенно, эти базы полноценными можно считать только с начала 90-х годов. Что было до того, не по всем художникам и не по всем странам там отражено. Пытаются они воссоздать то, что было раньше, но не выходит это. Но так это и не принципиально в нашем с вами случае. Что еще очень важно? Российский рынок, российское искусство, современное, актуальное, там представлено, но не полноценно. Существует отечественная база под названием Art Investment, в которую тоже пытаются включить информацию о продажах современных. Но галеристы боятся налогов. Художники не хотят платить их. Поэтому далеко не все туда попадает. Наши призывы, наши перспективы к конкретному карману небогатого художника. Вряд ли там найдут свой отклик. Все-таки лучше здесь что-то иметь, чем заплатить 13%. Но это закончится. В ближайшее время нет другого выхода, потому что мы живем в таком мире, где не платить налоги становится невыгодно. И есть еще одно приятное сообщение для тех, кто об этом не знает. Любой владелец, коллекционер, который грамотно зафиксировал свою покупку, через три года при продаже освобожден от налогов. Это огромный стимул. Это российское законодательство такое гуманное. Почему же этим не пользоваться? Я даже до сих пор не понимаю. Наверное, люди боятся того, что все базы утекают. И вот этот страх, публичность, нежелательная публичность, это препятствие. Ну, дай бог, может быть, это как-то можно преодолеть. Но в любом случае, такие базы есть. Спасибо. Можно, да? Да, единственное, прям секунду. Ну, видимо, пора выходить из тени. Давайте я вам приведу цифры. Значит, наша компания собрала данные, начиная с 1936 года, куда входят Леварт, Арт Прайс, Арт Инвестмент, все аукционные продажи. Это несколько десятков миллионов продаж. То есть мы понимаем, о чем мы говорим. Теперь мы переходим к цифрам, которые мы озвучим. За прошлый год официально было сделано, по-моему, 6,5 тысяч сделок. Около 6,5 тысяч сделок на российском рынке. На 170 миллионов рублей было продано, на 170 миллионов было продано картин. Всего официально около 502 миллионов рублей на весь рынок, из которых 300, получается, 30 миллионов. Это на Космоскоу и на остальных выставках. То есть если мы посчитаем и разделим 500 миллионов на 100 галерей, получим, не знаю, 5 миллионов рублей, и разделим на 12 месяцев, это одна галерея торгует в месяц меньше, чем на 500 тысяч рублей. Мы понимаем, да, официально, сколько не показано. То есть мы об этом и говорим. Да, мы собрали данные, мало, их надо больше. Нужно, чтобы это официально регистрировалось. Потому что рынок процентов, как нам кажется, по нашему ощущению, 80% рынка находится в тени. Это такая слабая оценка. Так, хорошо. Давайте тогда, у нас буквально там 5 минут. Хотел бы еще как бы от остальных всех участников услышать ваше предложение по следующим шагам. Буквально там кратко. Николай, да, пожалуйста. Нет, ну очень полезная дискуссия была. Если ее все собрать и аккумулировать, то идея очень простая. Потому что правильно вопросы сказали про самоорганизацию и про единственный ли это путь, и про учет специфики рынка. Ничего нового нельзя сказать, надвигаться итерациями. То есть можем начать с стандартных утилитарных задач. То, что мы начали. Банкирам нужно как бы фиксировать некую сущность, чтобы наконец-то рынок стал учитываться в бюджетах. Мы это уже можем сейчас сделать. Следующая итерация – это выход на более консервативных или наоборот революционных участников, которые хотят свою сделку зарегистрировать. И только уже финальным этапом, то, с чего мы начали, это уже можно предлагать нечто физикам. И, как правильно заметили, это будет какое-то искусство общепризнанное. Потому что незащищенным гражданам продавать что-то современное, там можем нарваться носкам и прочее. Поэтому путь понятен, нужно двигаться. Так, Валерий. Да, спасибо. В первую очередь я бы хотел сказать спасибо Михаилу, потому что он нас чуть-чуть в другую область окунул с точки зрения того, что обсуждаем, как заработать, да? Как минимум. Поохранить, заработать на финансовых инструментах, а художники, создатели, не думая вообще. Вот он нас снова вернул к тому, что от этого получит создатель. Я точно вижу, что как минимум, наверное, можно дискутировать дальше, поделиться опытом. А как аукционные дома, например, дают возможность создать, заработать на художественных произведениях. Поэтому это точно тот аспект, который, наверное, мы не учитывали, но тоже и эту часть рынка нужно вводить в то, что мы рассматриваем еще и создателя арт-объектов. Что я хотел сказать с точки зрения предложений, как будущие шаги? Меня, конечно, волнует вопрос, как создать правильные и понятные и прозрачные правила, по которым этот рынок может работать и быть принятым и понятным всем. Безусловно, ну, это называется регулирование. Регулирование существует по правилам и регулирование существует по принципам. Регулирование по правилам – это, ну, бинарное регулирование, когда четко прописано, что разрешено, что запрещено. Есть регуляторы, есть саморегулирование, но это тоже, по сути, регулирование по правилам. Другой тип регулирования, более сложный, более ответственный, но, наверное, более подходящий под мир нестандартизированных инструментов, я не говорю финансовые или не финансовые, это регулирование по принципам. И здесь хороший пример, даже в российской плоскости, это система регулирования по принципам, например, финансовых аналитиков. Можно вопрос к залу короткий, а кто-то имеет брокерские счета и торгует на рынке акций. Вот кто? Ну, в принципе, есть такие люди, обычно там у меня, с той аудиторией, с которой я разговариваю, больше 80% торгуют, но тем не менее. И вот эти 80% из них физические лица, они часто опираются на мнение аналитиков из телеграм-каналов, там, из газет, либо из средств массовой информации. И отличие хорошего аналитика от, ну, наверное, там, не самого хорошего, как минимум заключается в том, что правильный аналитик имеет имя, то есть это не анонимное лицо, поэтому, ну, вот полагаться на аналитиков исключительно из телеграм-каналов, которые анонимны, ну, не стоят точно. Поэтому вот первый принцип хорошего финансового аналитика – это его неанонимность. И мы в свое время создали ассоциацию финансовых аналитиков, в которую могут финансовые аналитики войти добровольно, но ее смысл состоит в том, что ты, конечно, можешь войти добровольно, но если ты даешь неправильные и неэтичные рекомендации, аналитические обзоры, либо каким-то образом нарушаешь кодекс этики, который создан и разработан был как раз нами для вот этих финансовых аналитиков, то сообщество само тебя исключит из этого круга. И таким образом создается репутация. Репутация, я думаю, не только в области финансовых аналитиков, не только в области финансов, но и на рынке – это самое ценное, что есть. Поэтому вот создать сообщество, как минимум, которое может оценивать репутацию тех, кто оценивает арт-объекты – это первое, с чего можно начать. Хорошо. Маргарита, какие шаги вы собираетесь с понедельника подпринять, чтобы пойти навстречу финансовому рынку? Ну, кроме вашего банковского счета, я так понимаю, чтобы проверить, что там происходит. Ну, безусловно, я должна, прежде всего, конечно, подумать об этом очень много, отрефлексировать все то, что я сегодня услышала. У меня уже очень много мыслей на эту тему. Вы правы, здесь действительно имеет значение большое репутация, потому что мы там, я говорю, на разных уровнях уже предпринимали определенные шаги, чтобы какую-то объективную, ну, там, не знаю, картину получать, ну, там, допустим, закупки даже вот в музее, да, там. У нас были, по-моему, такие, не по-моему, а точно была комиссия там и так далее. Но это отдельная история, об этом очень долго разговаривать. Я еще сегодня вспомнила, что у нас есть такой факт, про который мы любим часто вспоминать, что в 2019 году впервые в истории российского арт-рынка он попал в глобальный отчет UBS и Art Basel только вот за счет того, что ярмарка по смазку подала туда статистику. Это было впервые, в принципе. Конечно, это была какая-то погрешность там на фоне всего остального, но мы сами, ну, как бы работая там с нашими международными пиар-агентами, впервые добились того, что нас как-то увидели там где-то мельком. Потом дальше было уже сложно с начала пандемии и так далее. Вот. Ну, еще я вспоминаю сейчас, слушая там Михаила, в том числе, что мы, ярмарка космоска существует 2010 года, и важный момент, что мы постоянно говорили о том, что мы функционируем на развивающемся рынке, да, мы все время это учитываем. И вот он еще по-прежнему идет в какой-то, он еще в процессе. Мы говорили о том, что в какие-то моменты у нас уже были инфраструктурные элементы, теперь они в какой-то момент стали формироваться вот уже в сложенную инфраструктуру. Все это еще идет в каком-то процессе, что важно, да. И я вот, например, понимаю галеристов, да, когда, чем будет больше интерес со стороны публики, то есть мы все за это время долго боролись вообще с предубеждением по поводу современного искусства, что это имеет место быть. Это как Катя Дега сказала однажды, что не признавать факт существования современного искусства все равно, что не признавать факт, что ты живешь сейчас. Вот. И сейчас, ну, мы видим, к счастью, ну, я надеюсь, что это тренд, все больше внимания, и что приходит публика совершенно с другим посылом, без там всяких шуточек или глупых предложений, дать скидку на 50%, ну, потому что всем кажется, что это такой базар, где можно торговаться и так далее. Вот очень много... Нужно... Все, я два слова буквально скажу. Мы понимаем, что это длинный разговор, но нужно, да, действительно садиться и все это проговаривать, наверное, можно найти. Будет какой-то путь, как попробовать все это, да, в жизнь воплотить. Спасибо. Смотрите, у нас почти не осталось время для вопросов, но один вопрос я не могу не дать возможность. Замечательную коллекционеру Пьеру Брашет задать. Пьер, если есть микрофончик, дайте, пожалуйста. Да, добрый день. На самом деле, когда Володя начинал этот разговор, очень... Сразу я задал себе вопрос, почему ты думал, что 25 тысяч – это неправильная цена? На самом деле вопрос оценить искусство – это вопрос, сколько стоит страсти, да, сколько стоит хороший секс. Вот про сексуальность у нас Миша тоже рассказывал, ну, вот о чем мы говорим. И поэтому сегодня мы купим работу, это абсолютно нерациональный процесс. Мы купим, тратим сколько денег, мы считаем, вот нужно или не нужно часто даже. Но это невозможно просто оценить. Это первый момент. Потом для того, чтобы дальше функционировать вторичный рынок, о котором мы тоже говорим, мы понимаем, что здесь тоже столько факторов существует в покупке. Не надо забывать, что когда Чарльз Первый, король Англии, покупает коллекцию Гонзагов, он не покупает только Монтейня, он покупает коллекцию, которая в Вибро, там, две поколения Гонзагова, и которая просто для него является, ну, эталон этого Вибро. И мы видим часто, что работы, которые на втором рынке продаются хорошо, это не только хороший художник, хороший его период, да, прекрасная работа, но это еще провинанс. В какой коллекции эта работа была? Здесь этого нет, потому что это первый рейд, первый такой этап для художников. Но мы понимаем тоже, все коллекционеры, и поскольку в этом зале несколько людей были у меня дома, все, кто бывает у меня дома, говорят, ну, это были лучшие художники и еще лучшие работы этих художников. И понятно, что этот Вибро на самом деле, это не кто-то решил, это мы сами решили, что вот это есть правильный Вибро, как коллекционеры. И мы каким-то образом там диктаторами вкуса, диктаторами просто того, что будет в будущем, и что является на самом деле историей искусства в России сегодня. Эта функция, она дико тяжелая, потому что это мегаответственность, это и знание. Но мы понимаем, что вот эта маленькая группа, там нас сколько, 25, в том числе ты, в этом микроклубе коллекционеров, которые действительно создают вот этот вкус и вот этот тренд. И дальше есть рынок, который все покупают, потому что каким-то образом мы купили. И когда мы смотрим там Маркин, Сергей Лимонов, там все-все-все-все наши друзья, мы все собираем одних и тех же художников. Иногда нам удается просто купить лучшую работу, иногда там второй после первой лучшей. Вот поэтому как это все организовать? Я думаю, что Миша предлагал три дня об этом поговорить. Я думаю, что это супер идея. Потому что я не про NFT, потому что NFT – это целая другая история. Спасибо. Спасибо, да, Пьер. Но должен сказать, что инвесторы финансовые тоже смотрят на Ворона Баффета или на других людей, которые что покупают. Поэтому давайте я хочу подвести итоги. Вывод. Смотрите, сегодня была действительно премьера. Премьера представления новой технологии от финансового рынка, от регулятора, а именно возможности использования новых методов привлечения инвестиций, в том числе путем вывода картин через токены на бирже, котировки этих картин. На самом деле это предложение вызывает очень много вопросов. У меня вопросов, какие картины будут допущены, кто их отбирает, как оценивается, где хранятся и так далее. Кто эти эксперты? То есть действительно, я считаю, что это начало, надеюсь, диалога. Но члены арт-сообщества должны понимать, что со стороны финансистов находятся эротически заряженные с полными карманами денег инвесторы, которые хотят просто найти подтверждение своим искушениям. А финансовый рынок должен понимать, что со стороны арт-сообщества находятся талантливые художники, перспективные работы, талантливые галеристы, которые правильно могут довести до оргазма любого арт-инвестора. Поэтому давайте продолжим наше взаимодействие. Спасибо. 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 Спасибо.